Ты готова, Додя? Да, Дрожа! Не слышу! Так точно, Дрожа! Кто в донсарве, как рыба в воде? Это Дрожа! Кто не оставит Антоху в беде? Жека, Дрожа! Кто бороздит моря-океаны? Это Дрожа! И за китом охотится рьяна? Жека, Дрожа! Это Дрожа! Это Дрожа! Это Дрожа! Это Дрожа! Но я думаю, это ненадолго. По всей видимости, скорее всего, я здесь не найду ни одного кремушка. Кремушка у нас лодки здесь нету. Да? То есть, это такая фейлятинка. Это такая фейлятинка, что я просто даже передать не могу. У нас ничего нету. Вот попросту. Ни-че-го. Даже, я не знаю, кирку я... Я бы тут кирку не бросил. Тут обезьян куча. Вот что за троллинг? Ставит и ресолку, где ты не можешь ничего другого поставить. Там, допустим, сундук с какими-то вещами, да? На том биоме, где есть обезьяны, которые воришки. Которые не то что воришки, они вообще скотины. Редиски. И вообще... Да. Ну, просто, знаете, обида. Обида до невозможности. Но, походу, эта серия у нас будет караватенькая. Или, скорее всего, даже если я умру. А умру я, скорее всего, от ночи. Да? Потому что... Ну, нету на костер. Вот просто нету. Что я могу? Я ничего не могу сделать. Тут просто нету. Ни кремния тебе. Ни веточки. Ничего тут нету. То есть... Обида. Я, скорее всего, умру. Смысла, наверное, мне кажется, ждать ночи нету. Но я не вижу ни одного камня. Вы видите камень? Я не вижу. Тут куча обезьян и всё. Так что, наверное, смысла нету. Наверное, пересоздаю мир. Да и всё. Обидно. Блин, столько мира уже исследовали. Да, жути обидно. Ну, а что поделать? Придётся как бы с чистого листа, так сказать, да? Единственное, что я хочу, наверное, всё-таки умереть, чтобы посмотреть, даётся ли опыт за открытие персонажей. Вот чисто вот так, вот знаете. И давайте просто тогда пособираем, я не знаю, цветочки. Вон, уже вечер. Вечер долгий. Смотри, сколько обезьян. Офигеть. О, заруба пошла, смотри. А-а-а! Налетели, 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 смотри. Офигеть. Офигеть. Я просто смотрю, стою и смотрю, как это всё происходит. Тут столько зарубы, и она со всех сторон происходит. Пауки, змеи, змеи, обезьяны. Кто с кем? Лишь бы биться. Лишь бы убивать. А, положи, пауки, пауки с обезьянами не агрятся, да? Блин, он за мной, паук. Увязался. Увязался. Отстань от меня, паук. Ну смотри, пауки со змеями, значит, агрятся. Ммм, это надо запомнить. Можно будет даже как-то, мне кажется, использовать это. Капец, сколько обезьян. Какой ужас. Сколько обезьянок. Ладно, идём на нормальный биом. На приятный, скажем, биом. На котором нет такого количества лохматых существ. Ну, у нас нету кремния. Хотя бы, я не знаю, хотя бы на кирочку, да, вот. Возможно, это моя ошибка. Но брось я здесь кирку. Вы думаете, она бы осталась в целости и сохранности? Я в этом очень сомневаюсь. Причём дико, дико, дико сомневаюсь. Так что... Хотя, если где-то возле воды было бы... Или оставить лодку, в которую можно что-то положить. Варианты есть. Я их просто не делал. Как на злом, обидом. Ну что ж, ладненько. Не будем переживать. Сейчас буквально вот умрём. Первые пять минут ролика, грубо говоря, у нас именно заняло непосредственно заканчивание прошлого выживания. 37 дней, считаю, для первого раза, в котором... Внимание, ребят, в котором я не строил базу изначально, а просто путешествовал. Для меня это первоначальная была задача. Просто поискать и найти что-то интересное, что-то новенькое. Не строение базы, не крафт. Даже вы замечали, что я мало крафтом-то юзал. Я под конец начал там. Парус даже он когда сделал. Потому что для меня был больше интерес, конечно же, исследованием. Ну, конечно, я опростоволосился в плане того, что надо было хотя бы парус тот же сделать. Да, там светильники эти получше. Чем я вам грёб сколько вручную веслом, да. Но, в любом случае, 37 дней мало. Согласен. Но будем стараться больше. Будем стараться больше. Давай, наступай ночь. Я хочу уже, так сказать, принять Чарли. Да? Понять. Простить. Съедим это всё. Чё-то поставлять. И ночь. Хорошо, хоть не полнолуние. Всё, ночь. И тишина, данная навек. Ждём. Темно-то как! Слышим звук. Чарли, ты на тропических островах хочешь быть? Всё, с первого раза умерли. И вы мертвы, выжили 36 дней. Нету, ребят, счётчика открытия персонажа. Заново. Ну что ж, заново, начинаем. Заново, так заново. Обида. Я думал, честно говоря, что хотя бы один персонаж будет открываться за опыт. Нет? Обидно. Ну, ладно. Но нет, как говорится, и суда нет, да. Будем заново проходить этот мир. Теперь уже будем, наверное, сейчас поплаваем немножечко. Хотя бы острова 2 рядышком найдём. Более-менее... Хотя можно и с первоначального острова начать выживать. По сути, там, алхимическую машину построить. Ну, то, чтобы крафта побольше нормального. А потом свозить туда всё. Хотя какой первоначальный крафт будет? Ой, остров. Вот это вопрос уже. Ну, посмотрим сейчас. Я не хочу загадывать, потому что неизвестно, какой нам попадётся остров. Так, спасибо, попугайчик. Спасибо за всё. Так, кремень есть. Это хорошо. Ещё бы один кремень, и можно было бы ещё себе добыть кремням, да? Один кремешок нету. Так, ну что? Ну, стандартный песок. Стандартный песок. Селиться. Вот, понимаете, раньше, если я, ну, когда появлялся в обычной Дон Старве, я знал, что можно селиться, ну, желательно селиться неподалёку от бифала, там. Или тех же свиней. Хотя я не особо любил возле свиней селиться-то. Но, по крайней мере, я имел какую-то цель. Это, конечно, было со временем всё высчитано, понято, скажем так, да? Здесь же сейчас непонятно. На песке возле берега 100% нежелательно селиться, да? Это и так всем понятно. На том же биоме с макаками тоже, вот, не самая лучшая идея, как по мне. Да, с них какашки-то даются, но я бы не сказал, что это настолько и выгодно, да? Но, в любом случае, посмотрим. Честно говоря, не знаю. Может быть, было бы удобно на песчаном биоме, но подальше от берега. Слушайте, вот в Дон Старве есть стены. Было бы дико офигенно, если ты их ставишь, и они тебя защищают от ветра. Ну, это же логично, ну, это же стены, они должны защищать от ветра. Слушай, а может они защищают? Надо проверить, блядь. Это логично, это же стены. Они должны, они обязаны защищать. Надо мачете себе сделать. Веточки. И золото, блин, надо теперь золото искать. В прошлый раз нам как-то золотом немножечко повезло, мы как-то быстренько его нашли. В этот раз я чувствую, такой халявы может не быть, потому что все-таки золото, я насколько понял, для себя немножечко просто-напросто играл. Золото не такой уж и легкий ресурс в нахождении. Особенно здесь, сейчас в Шиприкиде. В кораблекрушении это золото на вес золота. Как бы тактологично это не звучало, да? Ну, ну да. Ну, хотя можно из дублонов делать золото, это я уже понял, конечно, но... Все равно. Довольно проблематичное нахождение золота как такового. Мачете. Ну что, можем сделать чисто теоретически себе нормальный плод. Хотя бы такой, да? На такой надо научная машина, ну хотя бы такой. Там сколько? Три? Три и четыре, понятно. Три и четыре. Так, этих четыре. А тех три. Так, и... Господи, как ты орешь попугай. Это забавно, прикольно. Но не очень. Надо золото искать. Надо искать золото. Надо отправляться в плавание и искать золото. Так, что смотрим? Ну, капусточку. Морскую капусту. Заберем все-таки это еда. Какая-никакая это еда. Плаваем в округе. Осматриваем, может есть неподалеку где-то остров. В прошлый раз я все-таки осознал, когда вот на записи играл. Я осознал, что все-таки мне дико везло. Реально дико везло. Когда я без записи играл для себя, просто изучая мир, я понял, что зачастую бывает такое... Нафиг эта бочка нужна? Сюда можно, кстати, кого-то... Слушайте, сюда можно кого-то приводить и убивать. В этой бочке, да? Его будет накрывать волной. Я осознал, что не так-то и просто вообще на самом деле. Поперво, выжить иногда бывает очень сложно. Иногда попадаются такие места, что просто лучше бы не попадались. Или, допустим, ты можешь очень долго-долго плыть и таки ничего не найти. Такое тоже бывает. Мир, как ни крути, здесь большой. Карта большая. И можно просто оплывать в надежде на хождение очень долго и долго места некоторые. И это обидно. Так, ну, шесть. Ну, вот этот еще добудем. Просто для крафта там печи же нужны, вроде бы, если я не ошибаюсь. Мешок с песком? Зачем мешок с песком? Слушай, может, из мешка с песком можно что-то делать? Ну, допустим, там складировать мешки с песком вместе, получится стена. Я все еще брендю о стене, которая бы защищала нас от ветра. Это было бы круто. Это было бы очень здорово. Блин, умер от ужаса. Ну, вот, вот, вот. Вообще прикиди. Вот, вот. Ладно, если бы даже от вот этой вот штукенции было бы умереть не так-то стрёмно, как от ужаса. Ну, от ужаса. Тысяча раз с ними сражались уже, и все равно от него сдох. Давай, давай, собирай. Скоро вечер. А, капусточку пособираем, да? Может, даже переночуем обратно на нашем же острове. Почему бы и нет? Капуста вещь хорошая. Капуста вещь шикарная. Но надо нам золото. Надо золото. Надо золото. Надо, 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 надо золото. Подвинься. Такой подвинулый. Отойди. Так, ага, это мы оплывем. Ну, давай оплывем. Мало ли вдруг мы что-то увидим такое. Чего не ожидаем увидеть. Чемодан. Реально, чемодан выжившего тогда неждан был. Я не знал, что вот такие вот халявки попадаются-то. Классные халявки. Но редко попадаемые. Так, надо возвращаться уже. Возвращаемся. Хочу нормальную лодку. Хочу нормальную лодку. У меня теперь грибсти уже не камильфо. Так, я вот что-то не туда грибу. Не хочу грибсти. Я хочу вот так вот с лопатой стоять. И чтоб меня направляло. Не хочу уже никуда это грибсти. Это не мое. Добудем еще вот этих ресурсиков, да? Пригодятся. Селитру, наверное, оставим. Не нужно совершенно. Селитра не нужен. Камень такой. Ну, на костры, наверное. Хотя, опять-таки, костры большие. Нет нужды в них уже. Да? Ракушки. Ну, ракушки можно, наверное, пособирать. Что-то там для крафта появилось. Что-то для крафта появилось, кажется. Блин. Я когда собрал, у меня... А у меня... Рассудок поднимается, когда к ракушке. Ракушки поднимаешь, да? Или мне показалось? К ходу да. Надо будет проверить. Хотя у меня 200 рассудка. Все. У меня весь рассудок. Так. Едим. Давай проверим. 198. Да? Шикарно. Прикольно. Я что-то даже и не предполагал. Давай. Что? Плывем сюда, короче. Просто прямо. Просто прямо плывем. Не знаю, что ожидать. В надежде на лучшее мы плывем. Вдаль. И только море знало, куда плывет Уилсон. И что ждало его впереди. Капусточка. Вот что ждало его впереди. Что, кроме капусты-то, можешь ждать, впереди Уилсон. Что-то долго такая мель, знаете? От мель. Возможно, тут где-то еще есть остров. О! Вот, 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 вот. Вот так. Хорошо. Мне золото надо. Первоначальная сейчас задача это золото. Это камни. Кстати, на таком биоме могут быть камни. И это неплохо, неплохо. О! Биом картошки. Это хорошо. Пошли пособираем картошку. Картошечка, картошечка. Кстати, можно цветочков пособирать чисто для венка. Да пусть будет. Пусть будет. Восстанавливать нам немножко рассудочек. Блин, что-то маленькие биом картошки. Такая мини-Беларусь. Мини. Совсем маленькая. А это что? Что вот это такое? Слушай, прикольно. Проходик такой. На более большой остров. Слушай, мне нравится. Смотрится неплохо. Ну, жить, конечно, я здесь не буду, но все равно. Так, давай, сделаем себе веночек. Я милый Милсон. И мне веночек. Ага, это такой бескаменный, походу. Ну, сейчас по этой стороне еще пробежимся. Но я что-то очень сомневаюсь, что есть здесь камень. Мне хотя бы один, получается, одно золото, чтобы сделать себе научную машину. Да? Тут бревна еще надо, как бы. Ну, бревна порубим. Научную машину сделать, чтобы хотя бы сделать лопату, рюкзак. Вот такое вот. Очень нужное, да? Что у меня там с травой? Я не вижу у нас вообще травы. Отстань от меня. Я не вижу у нас вообще травы, потому что у нас ее нет, да? Я прав? Я прав. Шикарно. По биому с травой бегом и траву не собираем. Ну, так сейчас модно, ребят. Не парьтесь. Так сейчас модно. Давай вот эту пособираем траву. Не, прикольно. Мне нравится вот этот вот. Затопленный, скажем так, да? Затопленный немножко биомчик такой. Тут как бы пешком не погуляешь. Хотя, по сути, здесь по щиколотку воды. Но, но, неизвестно какое дно, да? Но, неизвестно какое дно. То есть, может быть, тут как зыбучие пески просто. Глина всосет тебе к чертям просто. По кончике волос просто будешь ты у нас там внутри. В этой жижели. Просто опять прямо. Просто прямо до конца мира, а там перейдем через туман. Хочу просто исследовать, где я хотя бы. Понять, понять, где я, да? Просто вот крест-накрест мир исследуем. И все. Так, волны. Волны-то хорошо. И надо на карту поглядывать. Все-таки я могу пообрасту что-нибудь упустить. Это дело такое. Ну, я же сбоку заплыл на тебя. Ну, какого фига? Поскольку он набирает по 15 где-то, да? Да, все-таки уже не камильфо. Я вот поплавал на этом с парусом. И как-то мне уже не очень круто вот плавать. Вот так вот грипсти постоянно. Не очень как-то, да? Так идут ко мне, нет. Здесь есть Антошка! Антонио! Антоха, у тебя все в порядке? Он такой, все хорошо. Ну и ладненько. Ну и молодечик. Там, подожди, сколько надо? Не, не здесь. Ага, одно. Я не вижу здесь камня нормального, да? О, смотри, даже впервые такой камень увидел здесь хотя бы. Но нет. О, ух ты! Спасательный жилет и подзорная труба. Фига. Фига. Но только мне это некуда собрать. Но я могу поесть, допустим. Кстати, сейчас вечер, можно здесь заночевать, как вариант. У меня дров нету. Вот, теперь могу хотя бы эту штуку сделать. Экипировать. Спасательный жилет. То есть это... У меня вариант такой был. Подзорная труба, ноль. Ух ты! Вау! А если туда? Минус 20... Ноль и минус 20% встал. А ну? Вау! Это что? Это что такое? Я туда хочу, но утром пойду. Я туда утром пойду. Смотри, минус 20% осталось. Странно. А спасательный жилет? Я могу по воде ходить? С спасательным жилетом, нет? У меня есть теория. Если умереть в лодке... Если лодка закончится, а ты будешь в спасательном жилете, то ты можешь оказаться где-нибудь на берегу. Рядом. Как варик. Нет? Я просто не знаю. Я просто действительно не знаю. Было бы неплохо. Так, подожди. Снова ноль процентов. То есть он откатывается? Он что, бесконечный, что ли? Да не, подзорная труба. Ну, она наверняка кончаемая. Там не особо сложный крафт, насколько я помню. Бутылки и... Что-то такое там. Да не, она не может быть бесконечной. Это слишком для Дон Старва. О, ничего не делать бесконечно. Это же Дон Старв. Не, не. Не, не убедите вы меня. Что-то слишком хорошо. Что-то чересчур слишком хорошо. Ракушки, ракушки. Держи ваши ушки. Прикольно. Собираем ракушки, постанавливается рассудок. Я, честно говоря, даже и не знал. Видишь, надо было ракушки в прошлый раз собирать. Опростоволосился я. Это как цветы ракушки. Круто, слушай. Я их собираю сейчас чисто для того, чтобы... Были у нас ракушки. Ракушенцы. Сейчас пожарим это все. Что у нас есть. И поедим. Капусточку поедим, допустим, да? Да, поначалу довольно все легко выживается. Потом, когда зима приходит, конечно... Ну, не ожидал, ребят. Я реально не знал, что есть, получается, у нас вообще смена сезонов, да? И что-то вообще подобное этому. Не надо, она мне... Не нужен. Это можно спалить? Нельзя. Продать их. Кому ты их продашь? Продажный. Продажный ты наш. Кому ты их продашь? Прикольно. У нас есть подзорная трупа. Мы туда поплывем. Я не знаю, что там. Сорян, птичка. Интересно, а вообще, фрикиди, можно вызвать крампуса? Это, конечно, было бы... Без надоб, то есть, если честно, как бы... Я его и в обычном Дон Старве-то вызывал только в Тугезере. И все. И то благодаря, там, когда мы с Кенди сыграли, да? Дротики и так далее. Дротистами были. Так, а что, что? Это что там? Осьминог какой-то нарисован? Что? А, это как в заставке. О, кажется, я нашел аналогию короля свиней. Привет! Смотри, какой милаха! Смотри, какой! У меня есть что-то для тебя классное. Слушай, здорово! Такой милаха. А что я могу тебе дать? Еды? Он не доберет еды. Слушай, а вот, может... А ну... Не, ну как не? Ну как не? Ну дать. Ну дать. Ну на. Что он хочет? Что тебе дать? Что ты хочешь? Я тебе не могу это дать. Что он может хотеть? Я без понятия, что он может хотеть, если честно. Так, что у нас тут вообще? Ну там берег. Давай, давай к берегу. Но мы нашли осьминога. Большого такого. Мы пираты. Ничего. Я еще соберу свою команду здесь. Построю огромную шхуну. И ты обо мне еще слышишь? Синяя щупальная борода. Так, берег снова. О, белорусский берег. Шикарно. Нет, это... А, ну да, вообще-то белорусский. Ну, тут много цветов. Картошку надо собрать сейчас. Мне цветы не нужны. Я больше по картошечку-то пришел. Хотя можно и стак травы собрать, да? Стак травы соберем. Ладненько. Наверное, я буду собирать стак травы. И в следующей серии уже поедем. Будет отправная точка этот остров. Я не буду здесь строить базу. Это было опрометчиво. В прошлом выживании строить базу на таком именно биоме. Потому что на нем ничего, кроме травы, собственно говоря, и нет. Траву мы можем, мне кажется, насобирать все равно. В любом случае, практически везде. Огромнейшее всем... Или рейды устраивать на траву. Рейд на траву. Огромнейшее всем вам спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Не забывайте делиться им. Конечно же, советовать канал друзьям. И ставить лайки. Пишите свои комментарии в виде советов. Но не спойлеров. И не банальных советов, которые можно было в ванильном ностарве. Это прекрасно. И понять, что это надо делать, да? Всем спасибо огромное. Всем удачи. До скорого. И не голодайте. Субтитры сделал DimaTorzok